Добрый день, драгоценные братья и сестры! Вас приветствует Топкинский христианский центр. Сегодня я хотел с вами прочитать одно местописание. Это Матфея, 9 глава, с 36 по 38 стих. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Всем известно это местописание про то, что Господь говорит, жатвы много, а делателей мало. И молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. Делателей, раньше я все время думал, это надо идти проповедовать Евангелие, но оно так и есть. Это очень важное поручение Божие, которое Бог нам поручил, идти рассказывать о нем. Идти рассказывать Евангелие, Благую Весть. Но, знаете, сегодня я еще как бы глубже, может быть, подошел к этому местописанию. И делателей я рассмотрел, это тех людей, которые подвязываются вообще за дело Божие. Те люди, которые берут какую-то ответственность. Смотрите, здесь же написано, что он увидел людей, которые толпы народа, которые нуждаются в нем, и он жалился над ними. Эти люди нуждаются в какой-то опеке. Эти люди нуждаются, возможно, в каком-то отцовстве, в какой-то помощи. И вот сегодня, размышляя над этим местом, я хотел обратиться ко всем нам, чтобы мы, знаете, не были равнодушными, но чтобы мы были делатели, чтобы мы оказали помощь каким-то людям, чтобы мы, проповедуя Евангелие, чтобы мы помогали нуждающимся, помогали людям вокруг нас, которые имеют нужду, которые, как здесь написано, рассеяны, да, толпы народа, да, и изнурены, то есть они устали. Сегодня вокруг нас, возможно, есть какие-то люди, которые изнурены, у которых есть какие-то проблемы, трудности, может быть, вопросы. Теперь, сегодня для нас вызов, чтобы мы были делателем, чтобы мы были делателем этими людьми, которые проявили какую-то ответственность за тех людей, которые сегодня живут рядом с нами, которые живут вокруг нас, с которыми мы, может быть, сегодня имеем общение. Иисус, смотрите, Он был сострадателен к этим людям, да. Я призываю всех к сострадательности, чтобы нам не пройти мимо, чтобы нам не пройти мимо тех людей сегодня, которые нуждаются в какой-то помощи. Может быть, мы сегодня не видим этих людей, я предлагаю им просто помолиться, помолиться просто, чтобы Господь открыл в нас вот это Божье сердце, чтобы мы видели Божьими глазами этот мир этих людей, которые вокруг нас, и чтобы мы могли проявить вот эту заботу, знаете, делать ли это как учитель, это как отец, это как помощник. Пусть каждый из нас сегодня попробует, постарается вот это Слово Божье найти, применить в своей жизни, да, чтобы помолиться, найти этого человека, кому-то, может быть, рассказать Евангелие, кому-то, может быть, просто оказать какую-то помощь, как-то проявить сегодня Божью любовь в этом мире. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были равнодушными, чтобы мы не проживали жизнь просто так. Смотрите, у Бога есть план, Бог спасает сегодня этот мир, у Бога жатва созрела, жатва созрела. Это говорится о том, что есть люди, которые нуждаются сегодня в Боге, есть люди, которые нуждаются сегодня в помощи, но к ним некому прийти, к ним никто еще не пришел, не сказал, не помог, не утешил, не вдохновил. Давайте мы будем сегодня этими людьми, которые придут, помогут, вдохновят и направят людей к Господу. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были чутки и внимательны ко всему, что происходит вокруг нас, и особенно к людям, особенно к людям, которые рассеяны, которые изнурены. Пусть Господь благословит нас, чтобы это послание, оно касалось наших сердец и вдохновило нас на Божьи дела. Аминь.